Рак мочевого пузыря 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 Прогрессическое значение, терапевтическое значение молекулярного подтипа, но на предыдущем тот симпозиуме, я видел, показывали ситуацию, связанную по подтипам, ее уже несколько раз, и я цитирую своих докладов, но пока это стадия изучения. Блокада ингибиторов контрольных точек может улучшить результат, но необходимы молекулярные инструменты для выявления только горты больных, которые, может быть, помочь сделать выгоду в выборе на необходимое лечение. Было два кластера, обогащенные макрофагами, демонстрировали снижение общей выживаемости по сравнению с остальной когортой. И проведенный анализ показал прогностическую значимость базального плоскоклеточного подтипа с обогащением макрофагами у пациентов с локализованным мышцинвазивным раком мочевого пузыря. То есть определенный подтип, о котором, я говорю, может уже идти речь, после дополнительного исследования эта группа тоже будет менее поддающейся лечению ингибитором контрольных точек. То есть идет то, что мы любим назвать персонифицированный подход или поиск этого подхода, что, какой вид лечения все-таки может быть. Основные методы лечения прекрасно известны по раку мочевого пузыря. Инвазим – это, конечно, радикальная операция, это химио-лучевая терапия. И несмотря на то, что за последние 5-7-10 лет количество этих исследований сохраняется достаточно высоким, увеличиваются цифры в когортах, делаются выводы. Тем не менее, пока, значит, ну мы и не сравниваем, и было бы неразумно сравнивать против, так сказать, с точки зрения вот это лучше, это хуже, слишком полиморфная ситуация с больным раком мочевого пузыря. И вот данные такие представлены. 240 больных в стадии Т2-Т4, неодевиантная химиотерапия выполнена, лимфодиссекция, выживаемость без прогрессирования после постановки диагноза ставила 94,83,070, то есть умножить на 100 – 70%. После химио-лучевой терапии у 210 из 240 больных выживаемость Т2 была значительно выше по сравнению с Т3-4, это понятно. И в многоцентровом исследовании через 2 года локорегиональная выживаемость после химио-лучевой терапии составляет 76%. Ну, у нас так, мы же как с вами, ТУР сделали, получили заключение о цистоктомии. Так вот, жизнь показывает, что не надо вот эти спешки, надо много подумать, взвесить, получить дополнительные данные, прежде чем принять решение и в первую очередь, конечно, согласовать с больным, с нашим пациентом. Интересный подход – это подследовательское введение инъекции ТУРВЛУМАБа. ТУРВЛУМАБа – результаты первых и средних больных с экспозицией дозы. Пациенты получали 25, 75, 150 мг. Ну, вот это не традиционный подход, вы понимаете, под слизистую вводить. Пока только в полость мы вводим различные препараты. Миллиграммы, которых я печислен, 20 мг физраствора. В последующем проводилась холодная щипковая биопсия, выполнена немедленно, до и после инъекции ТУРВЛУМАБа, до цистоктомии. После введения проводилась щипковая биопсия. И после биопсии данные заносились в отчет для следующей оценки. В этой первой фазе, понятно, это количество до 10, 8 мужчин, 89% одна женщина, средний возраст 72 года. 14 побочных эффектов отмечено у 9 больных. Всем проведена плановая цистоктомия в последующем. Видимая опухоль была у четверых. Иммунологическое исследование показало влияние эффекта на иммунные клетки с точкой приложения на лимфоузлы. Ну, такой своеобразный подход, скажем, требует размышления и последующей оценки. Авторы, это уже вторая публикация на эту тему, авторы будут это продолжать. Радиология часто и довольно еще, так сказать, в развитии своем будет последующим использоваться в лечении больных раком опухолями таза, что без сомнения влияет и проявляется канцерогенным эффектом. И сравнивали частоту злокачественных опухолей, облученных больных, не облученным для определения канцерогенного эффекта лучевой терапии. Ну, посмотрите, цифры какие. У 113 тысяч из 2 миллионов пациентов развились вторичные опухоли после лучевой терапии. 18 тысяч простата, 10 тысяч 26 мочевой пузырь, 1410 шейки ментки, 2179. Поэтому, когда проводя исследования у этих больных через какой-то период, конечно, очень важно и о нам не вспомнить и не забыть спросить. И относительный риск по отношению к лучевой терапии составил у больных раком простаты 2,57, раком матки 1,24, раком шейки матки 1,29. Общий кумулятивный риск по отношению к развитию вторичных злокачественных на образовании органов малого таза составил 2. Особенно у пациентов с раком мочевого пузыря. То есть вторичные раки индуцированные лучевой терапией составляют довольно большой процент. То есть авторы делают вывод, что, конечно, лучевая терапия по поводу ряда других заболеваний является неблагоприятным фактором прогноза. Цистектомия, я думаю, завтра и сегодня уже о ней говорили, так сказать, об осложнениях на конкурсе молодых ученых. Очень приятно, что этой темой уделяется и будет уделяться большое внимание десятилетиями, уже двадцатилетиями у ведущих корифеев. Ну вот смотрели, смотрите, представлены за годы с 2006 по 2018 год. На две группы выделили авторы пациентов. Уринарная инфекция, пневмония, переливание крови. И это незначительные считалось по авторской классификации. Большие. Повторные опухоли, сепсис, шок, глубокий губенозный тромбоз, почта, недостаток. Оценили 11 351. Сейчас вот уже такие, когда идут оценки, то авторы, конечно, пользуются большими массивами цифры, потому что базы данных у них немножко не такие, как у нас, и позволяют сделать выводы. И средняя продолжительность больного пребывания на соответствующие периоды составила первый период с 2010 дней, в период с 2012 по 2014 год 9 в 8 и 8,6, значит, за последние. То есть явно идет успешная, скажем так, разработка и профилактика новых методов осложнений, и, соответственно, это имеет свои доказательства в цифрах, которые уже есть. Новые технологии в лице, значит, интрокорпоральной цистектомии также внесли свою лепту в развитие дальнейшей технологии, в ее использовании. И вот авторы оценили, многоцентровое провели рандомизированное исследование роботическое по сравнению с открытой цистектомией. Средний срок в течение 90 дней в клинике инкорпоральной, значит, где проверенная цистектомия, 7 дней по сравнению с 8, ну, совсем небольшая разница, да, это в их руках, у нас, наверное, опыт еще набирается. 6,1,8% умерли, процентов, 1,8% умерли в течение 90 дней после операции, включая и при радикальной цистектомии. Показатели качества жизни показали улучшение результатов, интрокорпоральной по сравнению с радикальной цистектомией, но были аналогичны к 26 неделям. В данном исследовании больные проводили меньше дней в клинике, соответственно, и вперед 90 дней могли получить более быстрое лечение. Это тоже важный фактор. Радикальная цистектомия в сравнении, опять же, системной терапии при митостатическом раке мочевого пузыря. Но я бы сказал, другой ракурс немножко к этому методу лечения, имеется в виду химио-лучевой терапии, или там вариант ее называется, тримодальная терапия. Значит, вот здесь авторы приводят свои данные. Радикальное хирургическое лечение, буква А обозначена, вмешательство с неодювантной терапии или без нее. Б – системная терапия только, и С – никакого лечения, так сказать, без операции. Вот, соответственно, получили общую выживаемость в группе А 20 месяцев, в группе Б – 11 месяцев, и в группе С – 11. Не метастатический рак мочевого пузыря с клиническим поражением лимфоузлов Т2, Т4, Н2, Н3 с радикальной цистектомией обеспечивает более высокую выживаемость по сравнению с стойко-системной терапией. Но это один из вопросов, которые тоже здесь постоянно дебатируются. Вот, делать ли или переводить только на лекарственное лечение, как, видимо, показана, хирургия в сочетании, так сказать, с химиотерапией дает больше выигрышей. Переоперационные осложнения по поводу рака мочевого пузыря. Ну, я, пожалуй, пробущу, чтобы сохранить время, выданное мне. Ну, завтра еще будут доклады на эту тему, и они, так сказать, откроют еще время для дискуссий уже, которая и сегодня началась. Откологические результаты, профиль безопасности у пациентов, которым проведен одновременный тур, опухоль мочевого пузыря и предстательной железы. Клиницисты часто с этим встречаются, имеются обструктивные явления. Вот. И опухоль мочевого пузыря в области выходных отделов, и опухоль простаты. Делать, не делать тур, будет лучше, будет ли рецидив или нет, и вообще какая ситуация. Ну, в данном случае приведено, что медианное наблюдение было 42 месяцев. Рецидивов было больше после тур, в месте, когда была опухоль мочевого пузыря. По сравнению с только тур мочевого пузыря, просто тур простаты. Вот. И, собственно, авторы делают вывод, что тур мочевого пузыря в сочетании с туром простаты, если опухоль в простате, вероятно является безопасной процедурой, которая повышает безрецидивный период и потенциально предотвращает рецидив. То есть сочетание двух опухолевых заболеваний и рака мочевого пузыря рукопростаты не является противопоказанием для проведения такой операции, о которой было сказано. Опыт переоперационного лечения у пациентов, которым проведена радикальная резекция потом мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Ну, меня вот в таких ситуациях, значит, скажем, вот обращают внимание на этот тезис, откуда данные берут, да, и как мы можем собрать, и что они взяты. Данные Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания, США, Канада, Китай, Япония. Надо же как объединились, как будто военные действия прямо. 2178 больных от 320 врачей собрали, далее же. 30% только на одевантной химиотерапии, 26% только одевантной химиотерапии. Около 40% остались нелеченными или только получали один из видов химиотерапии в 9 странах. Наибольшая пропорция недолечных больных была с опухолем верхних мочевых путей. Одевантная химиотерапия чаще используется, ну, это тактические вопросы, как у них все-таки, несмотря на все рекомендации, которые они обязаны так же, как и мы, выполнять, но на самом деле все идет несколько и по-другому. Одевантная чаще используется при опухолях верхних мочевых путей по сравнению с опухолем мочевого пузыря. Неодевантная чаще используется при опухолях Т3, чем у тех, где был Н+. Пациенты для посленноодевантной химиотерапии имели худший статус активности и были более симптоматичны. Ну, такие выводы авторов. Относительные результаты неодевантов отезолизоблаба у пациентов с мышечно-инфлюзивным раком мочевого пузыря. Ну, как коллеги уже касались этой вопроса, значит, использования инъюбитров контрольных точек в комбинированном лечении при опухолях простаты, почке. И вот были включены больные в категории Т2, Т4А. Среднее время наблюдения было 25 месяцев. 95 больных получили по крайней мере один цикл отезолизумаба, 8 больных не подверглись радикальной цистектомии. Двухлетние безрецидивные вырываемости общие были, соответственно, 68 и 75. Ну, и предлагается такое предварительное, скажем, чтобы неодеванты отезолизубра при немышечно-инфлюзивном раке мочевого пузыря состоится с клинической регрессией и более высокой безрецидивной выживаемостью. Химио-лучевая терапия. Ну, важно, что здесь вот в этой тоже табличке, в которой данных будут представлены, что химио-лучевая терапия улучшает местный контроль, инвазивный местный, безрецидивную выживаемость, без метастазов общая. Пятилетняя наблюдаемость после цистектомии, сравнительные данные, составила 14%, при химио-лучевой терапии 22%. Ну, и авторы подчеркивают, что долгосрочные результаты подтверждают пользу от сочетания 5-турроцилометамицин-АСС. У нас стандартные, а в случаях не, имеется в виду, неподходящих гоплаченых, вот такая комбинация вполне 5-турроцилометамицин-АСС лучевой терапии. Ну, и вообще, вот отношение к химио-лучевой терапии не только просто, что вот можно, нельзя, она должна быть в настоящее время представлена больному как выбор в случае отказа по решению больного или по отсутствии, так сказать, при наличии противопоказаний для цистектомии. Раньше мы говорили, нет, все, идите, больше ничего не будем. Мы не имеем права сейчас такого говорить, это как одна из опций выбора, так сказать, ситуации. Ну, это схемы, которые, так сказать, здесь рекомендуются тоже, так сказать. Ну, еще раз, сравнение с тримодальной терапией, вот это уже совсем немножко модифицированный подход. Вот, цистектомия сравнивали с тримодальной терапией, не буду говорить, все это знают, что такое. Итак, результаты, летальность при радикальной цистектомии в стадии составила 2,1%, и обеспечивали, выводы авторы делают, что обеспечивали эквивалентный результат по своим непосредственным и отдаленным результатам. И что тримодальная терапия может предоставлять больному выбор лечения как ситуация. Ну, и вот последнее, вчера Борис Яковлевич ругал, кто не читает журналы, там, последнее. Ну, вот последнее, может быть, не все успели прочитать, европейскую урологию. Там вот такое появилось новое, скажем, сообщение, оно действительно новое. Молекулярный фармакологический скрининг терапии рака мочевого пузыря. Двоеточие открытие клофарабина как высокоактивного соединения. Меня несколько, так сказать, удивило, что такая большая статья, там, 8 или 10 страниц. В общем-то, в клиническом журнале она посвящена такому исследовательскому характеру. Ну, и вот, заключая, я хочу сказать, что это новый препарат, значит, который проводит довольно интенсивное исследование. И на линиях мышей, значит, получил он активную поддержку, активные результаты. И, видимо, дальше пойдет в дополнительное исследование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...